Он летает на сцену и мечтает только об одном – видеть любящие глаза. Александр Гагарин и группа «Сансара» выступили на сцене Инновационного культурного центра. На концерте известной уральской рок-группы побывала и наша съемочная группа. Они действительно стали старше. Рок-группе «Сансара» в этом году исполняется 20 лет. Впрочем, ее солист Александр Гагарин уверяет – для них все только начинается. И если 20 лет назад была некая мечта, а первые композиции звучали довольно посредственно, то сегодня «Сансара» – это коллектив со своим узнаваемым почерком. Их композиции – как разноцветные сны, разные по тональности, по настроению, по звучанию. Да и вся история группы похожа на музыкальное путешествие, полное перемен и экспериментов. К примеру, презентацию одного из своих альбомов «Сансара» устроила в городском трамвае. Впрочем, свой взгляд на мир, присущую коллективу оригинальность, солист группы «Эпатажем» не считает. Эксперимент – это же такая история. Ты просто в какой-то момент думаешь, что можешь позволить тебе заниматься сегодняшним утро, чем другим. Вот и все. И вот и весь «Эпатаж». Они нравятся молодежи, а людям-взрослым предлагают почаще глядываться по сторонам, впитывать новое, держать себя в тонусе. Потому и зритель на концерте самый разный. «Сансара» объединяет. «Они крутые еще тем, что они постоянно берут молодую публику. Сейчас у них много слушателей, которые, их ровесники, есть слушатели, которым 12 лет. То есть их слушает от мала до велика». «На самом деле зажигает народ. У него бешеная энергетика. Не хочется танцевать, зажигает». «Сансара» «Браво!» Фирменные полеты над сценой оправдывают фамилию лидера группы Гагарина. А яркий видеоряд за его спиной при этом не отвлекает внимание зрителя от эмоций, которые солист передает своим поклонникам. Музыка – это не все. Александр Гагарин считает, что в определенный момент музыкант может стать дизайнером, менеджером, режиссером, копирайтером. В общем, освоит любые смежные профессии. Это по-русски и для сегодняшнего дня норма. А вот площадка инновационного культурного центра в Первоуральске – явление уникальное и для музыкантов настоящее открытие. «Я сказал, что здесь, ребят, здесь классно, здесь хорошее место, удивительное. Когда играешь ни в центральных городах, ни в районных центрах, это обычно какие-то старые ДК. С колоннами, с Лениным наверху и так далее. И когда ты видишь что-то другое, нежели к чему привык, ты удивляешься, в данном случае приятно». Открывая для себя Первоуральск, Сансара открыла для себя Первоуральцев. И любящих глаз, о которых мечтал Гагарин, сегодня было достаточно. Таисия Пономарева, Дамир Харисов, Служба народных новостей.